Добрый вечер всем, кто подключился. На сегодняшний день мы с супругой являемся топ-лидерами в секторе СНГ, то есть у нас самый высокий ранг, и мы первые, кто вошел в королевский лидерский клуб в СНГ. В королевский лидерский клуб входят партнеры Atomic, кто зарабатывает более 200 тысяч долларов в год. Это такой элитный клуб и достаточно крутое достижение. Но сегодня разговор будет не обо мне, сегодня разговор будет о компании. И, как я уже сказал, сегодня хочу провести встречу немного в новом формате, освободить сегодняшний эфир от субъективных суждений и пройтись только по фактам. Постараться максимально лаконично, но при этом емко, ответить на вопрос, что такое Атоми. Но при этом, конечно, мы покроем только вершину айсберга. Так, давайте я приготовил небольшую презентацию. Что же такое Атоми? Давайте сначала сделаем небольшую разминочку. Напишите, пожалуйста, из какой вы страны. Насколько я знаю, к нашей встрече сегодня подключены партнеры из разных стран. Напишите, из какой вы страны, пожалуйста. Насколько вы сегодня будете активны, думаю, настолько продуктивно встреча сегодня и пройдет. Так, поехали. Турция, Германия, Казахстан, Турция, Казахстан, Казахстан, Россия, Россия, КСЗ, Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Эмираты. О, что-то на канджи написали. Так, Казахстан, Турция. Так, то есть у нас много людей из Казахстана, из Турции, из России, есть представители Украины, Беларуси, Германия. Так, супер. Я всех рад видеть. Теперь, пожалуйста, напишите, поставьте в чат плюс партнера, кто еще не зарегистрирован. Присутствуют ли сегодня люди, которые еще не зарегистрированы? Так, пока плюсиков не вижу. Ну, если вы есть, поставьте. Ничего страшного в этом нет, просто мне, чтобы понимать. Есть, супер. Есть люди, кто еще не зарегистрировался. Здорово, спасибо за активность, спасибо за вашу честность. Ну, давайте приступим. Итак, сегодняшняя цель нашей встречи – ответить на вопрос, что такое Атоми. Понятными словами, не вдаваться в большие подробности, не вдаваться в какие-то суждения, рассуждения, а просто пройтись по фактам. Итак, во-первых, Атоми – это интернет-магазин премиум товаров. Интернет-магазин премиум товаров. Здесь я не добавляю ничего лишнего, по факту, как есть. И на сайте корейском ассортимент представлен в следующих категориях – красота, здоровье, личная гигиена, быт, продукты питания, текстиль и разные. И циферка здесь, которую вы видите, – это количество наименований, которые есть на сайте. Это максимальный ассортимент компаний, который доступен на корейском сайте. Помимо этого, существует еще 19 сайтов в странах по всему миру, где представлена часть ассортимента. Не весь ассортимент, только часть, потому что большая часть из ассортимента, который есть на корейском сайте, существует только для внутреннего рынка, не для экспорта. И ассортимент в различных странах также пополняется постепенно, потому что вся продукция сертифицируется, там бла-бла. В общем, по сути, это продукция премиум качества. Что это значит? Есть продукция разного уровня качества. Есть масс-маркет, есть премиум, есть люкс. Но есть еще лакшери, это отдельно. В общем, наша продукция – это премиум качество. Это не то, что продается в обычных магазинах, это то, что продается обычно в какими-нибудь брендовых, фирменных магазинах. При этом продукция наша дешевле, чем аналоги, которые есть на рынке, подобного качества. В Корее, если вы будете смотреть корейские ролики, очень часто говорят, что наша продукция дешевая. И для Кореи это правда на 100%. Если вы сравните цены на нашу продукцию и на аналогичную корейскую продукцию, которая есть на рынке, то аналоги будут, как правило, дороже в несколько раз. Именно поэтому у нашей компании такой успех по всему миру и, в частности, и в Корее. Так, почему наша продукция качественная? То есть давайте тоже не многословить, а по факту. Потому что наша компания, продукция нашей компании, у нее корни выходят из корпорации «Колмар». «Колмар Корея» – это одна из самых крутых компаний, корпораций, которая производит косметику. Специализация заводов «Колмара Корея», которые находятся в Корее, это именно производство продукции. И здесь, на этом слайде, вы видите некоторые бренды, которые также производятся на заводах «Колмар». То есть это очень крутая компания, в Корее считается номер один, и продукции производства «Колмар» доверяют не только в Корее, но, в принципе, во всем мире, кто в этом хоть что-то понимает. На базе завода «Колмара» был построен еще один завод «Колмар Биан Эйч» в начале 2000-х годов с новым направлением – разработка БАДов. Если на заводе «Колмар Корея» производится косметика, на заводе «Колмар Биан Эйч» производятся БАДы. Соответственно, именно с этого, можно сказать, началась наша компания, со старта существования завода «Колмар Биан Эйч». И основная линейка продукции, а именно косметика БАДы и предметы личной гигиены, производится именно на этих заводах. Помимо этого, компания «Атоми» сотрудничает с множеством крупных и не крупных, но известных компаний, которые существуют в Корее. То есть перед вами тут различные логотипы. Если вы не живете в Корее, скорее всего, многие бренды вам неизвестны. Потому что, в принципе, и для самих корейцев здесь есть неизвестные бренды. Это небольшие заводы, которые предоставляют какой-то один продукт. И мы, компания «Атоми», являются таким распределительным центром, интернет-магазином, который представляет продукцию от этих производителей. 0,19% – это показатель возврата в Южной Корее. В Южной Корее существует очень строгая политика по возврату продукции. Что значит строгая? Можно сказать, даже гибкая, скорее. Корейский потребитель – один из самых капризных в мире, потому что в Корее большое изобилие косметики и БАДов в том числе. И удивить чем-то корейца очень сложно и очень легко не угодить. Если житель Кореи купил что-то в интернет-магазине, ему это не понравилось, в течение трех месяцев он может этот продукт вернуть. И неважно, открыл его или не открыл, он может ее вернуть и получить возврат денег в полном размере. Так вот, у компании процент возврата 0,19 – это является одним из самых низких показателей. И компания получает также награду за то, что она самая клиентоориентированная, что как раз-таки оценивается по коэффициенту возврата. То есть очень низкий возврат. Так, то есть с этим определились. Продукция отличного качества по минимальным ценам, представленная на интернет-магазине. Это первый аспект нашей компании. Второй аспект – это идеальная MLM-компания. Слово «идеальная» возможно это субъективно, но давайте пройдемся. Почему я пишу, что это идеальная MLM-компания? Перед вами Ихи Джон. Это человек, который добился максимального ранга в компании. Это ранг, седьмой ранг, называется он «Империал мастер». И один из бонусов, помимо заработка, который человек получает, это выплата в размере 1 миллиарда вон. Это около 900 тысяч долларов. 880 на тот момент, если быть точным. И все эти деньги она пожертвовала. Но это так, офф-топик. Давайте по краткой истории компании пройдемся. Компания была основана в 2009 году. И тогда она началась с двух продуктов и была идея, как эти продукты распространять. И именно поэтому было принято решение распространять по MLM-схеме через интернет. И этими двумя продуктами были «Химохим» и шестиступенчатая линейка по уходу за кожей. Основатель компании, председатель Пахангиль имел опыт уже в сетевом бизнесе, и он был влюблен в идею сетевого бизнеса. Но он не мог найти ту компанию, которая бы соответствовала определению и идеалам сетевого бизнеса, которые описывались в книгах. Поэтому именно по этим идеалам он и создал такую компанию. К 2015 году компания уже начала развиваться по всему миру. Открылось пять зарубежных филиалов. Это было только начало. Но репутация была безупречная в каждом стране, где открывался филиал, и был постоянный рост. В 2018 году компания получила уже глобальное признание. Товарооборот вырос более 1 миллиарда долларов, что очень крутое достижение за 9 лет работы. И по всему миру было уже 13 филиалов. На сегодняшний день 19 филиалов уже открыто. Совсем скоро запуск Европы у нас на носу. Ну и планы у компании построены на 100 лет вперед. Более подробно мы об этом можем поговорить на других встречах. Но это так, краткая история компании. То есть компания относительно молодая. Ей всего 12 лет, но уже она стала крупным игроком на глобальном рынке. Насколько это крутая MLM-компания? Давайте разберемся с этим. Здесь на этом графике представлен рост количества партнеров с течением времени. С 2009 года, начиная в компании Atomi и в других сетевых компаниях в Южной Корее. И как вы видите, в 2009 году рост компании только начался, пошли первые регистрации. Но этот рост увеличивается просто экспоненциально. А в других компаниях роста особо не наблюдается. Но они тоже развиваются. В любой MLM-компании заработать можно. А сейчас мы не ставим это под сомнение. А сейчас мы анализируем просто цифры, факты, историю. Далее смотрим на рост товара оборота нашей компании. С 2009 года, как компания была основана, по 2018 год товарооборот растет. Также по похожему графику, по похожей зависимости, как и росло число партнеров компании в Корее. Здесь рост товарооборота глобального. Каждый год открываются новые филиалы и товарооборот растет. Для меня это были одни из самых важных показателей, когда я принимал решение вообще заниматься этим бизнесом или нет. Мне было интересно, как компания развивается на глобальном рынке, как она развивается в каждой стране, в которой открывается представительство. Практически везде идет рост. В целом рост идет постоянно. Далее. Здесь можно отследить рост товарооборота за последние 4 года. Если в 2017 году 900 миллионов долларов был товарооборот, то в 2020 году уже 1,76 миллиардов. То есть фактически в 2 раза товарооборот вырос за последние 4 года. И это очень крутое достижение, друзья. Давайте посмотрим еще на историю. По итогам 2018 года компания вошла в рейтинг ТОП ДСН на 20 место. В 2020 году это было по итогам 2019 года на 11 место. И вот наш товарооборот 1,3 миллиарда, который был за 2019 год. В 2020 году товарооборот увеличился. И здесь, в этой таблице, я предлагаю быстренько пройтись по сравнительному анализу. Здесь представлены 11 компаний, которые в рейтинге сетевых компаний были в ТОПе по итогам 2019 года. Я здесь, в этой таблице, предлагаю сравнить. Во-первых, сколько лет существует компаний. Здесь можно обратить внимание, что многие компании существуют несколько десятков лет. Не многие, а все. А наша компания самая молодая среди всех этих компаний. Можно сказать, такой ребенок еще. Но уже который дает жару своим, не то чтобы конкурентам, но предшественникам. Итак, товарооборот в 2018 году у компании нашей 1,15 миллиардов составил. Здесь далее, смотрите, зеленым цветом я выделяю те компании, у которых товарооборот вырос. Оранжевым цветом те компании, у которых товарооборот упал. У нас вырос товарооборот, у нас каждый год растет. Но у многих компаний можно заметить, что товарооборот падает. Не потому, что это компании плохие, не потому, что у них продукция плохая, а потому, что вот это субъективная мысль, но в которой я убежден. Потому что классическая модель скилл-бизнеса себя изживает. Мир меняется. Мир меняется очень быстро, и по классической модели работать очень сложно. В 2019 году рост товарооборота у нас составил 13% по сравнению с предыдущим. И вот рост товарооборота или его падение в других компаниях. В 2020 году товарооборот у нас составил 1,76 миллиардов долларов. И здесь, смотрите, тоже зеленым цветом выделена компания, где товарооборот вырос. У многих компаний видно, что вырос гораздо больше, чем в 2019. И я думаю, во многом это связано с пандемией. Потому что пандемия все равно помогла, наверное, людям понять, что здоровье все-таки это самое главное. И многие сетевые компании представляют продукты для здоровья. Что сказалось на общем товарообороте. И здесь можно посмотреть на рост товарооборота. Обратите внимание, что у нас 35% рост, а у следующей компании 12%, у кого самый высокий рост. Так что вот, анализируйте. Для меня эти цифры говорят о очень многом. Почему же я утверждаю, что это идеальная сетевая компания? Потому что у нас есть вот модель четырех нет. У нас нет платы за регистрацию, нет обязательных закупов, нет членских взносов и нет никаких рисков. То есть это абсолютно экологически чистая сетевая модель. Человек, которого вы сюда пригласите, которого вы зарегистрируете, никогда вам не предъявит, никогда вам не скажет, зачем ты меня сюда зарегистрировал. Потому что он ничего не потеряет. Любой человек, который регистрируется в нашей компании, может только приобрести. Он не теряет денег, он не теряет отношений, он не испортит это отношение ни с кем. Потому что никто не потеряет денег и никто ни с кем не испортит отношения. Именно в этом заключается суть того, что наша сетевая модель идеальная. И по сути, именно такой должна быть модель любой сетевой компании. Почему же в большинстве, может быть, даже не в большинстве, а практически во всех сетевых компаниях есть плата за регистрацию, есть обязательные закупы, есть какие-то членские взносы? Потому что иначе сложно продвигать эту модель. Иначе сложно обуславливать людям, зачем им нужно покупать эту продукцию, почему нельзя купить продукцию в другом магазине. Почему мы можем смело от всего этого отказываться, от классической модели сетевого бизнеса? Потому что наши потребители любят нашу продукцию и они покупают ее не потому, что их кто-то заставляет, а потому что она им нравится. Все очень просто и все очень понятно. Помимо этого, почему у нас может заработать каждый? Это вот следующая причина, почему наша сетевая модель, я называю ее идеальной. Потому что, во-первых, у нас есть принцип абсолютная цена и абсолютное качество. То есть продукцию по аналогичному качеству никто не может на рынке представить по цене, которая будет ниже. То есть мы этого добиваемся. Не каждый продукт представляется компанией. Компания решает вот этот вопрос тем, что изготавливает продукцию в большом количестве, оплачивает 100% производства наперед, закупает сырье на 100% тоже на изготовление продукции. И за счет количества, за счет того, что большие партии, за счет того, что низкие цены обуславливаются высокие продажи и, соответственно, вычитывается прибыль. То есть наша цель – это не сам факт продажи. Наша цель – это построение потребительской сети, которая будет работать всегда. То есть наша цель – это генерация постоянных клиентов. У нас бизнес не продажи бритв, у нас, можно сказать, бизнес по модели продаж лезвий для этих бритв. То есть не один человек, который что-то купит и потратит свои деньги, а человек, который придет в нашу компанию и будет всю свою жизнь покупать продукцию. Если реализуется принцип абсолютной цены и качества, эта задача выполняется. И за последние 12 лет, каждый год, из год года, это доказывается раз за разом. Абсолютная цена, абсолютное качество. Помимо этого, маркетинг-план, который рассчитан и так, что любой человек, вне зависимости от своих способностей, от того, какую жизнь он прожил, сможет добиться успеха. Конечно, это не так просто. В отличие от большинства сетевых компаний, я также замечу, что у нас добиться заработка, добиться дохода многим людям оказывается сложнее по времени. Но процент людей, которые преуспевают в нашей компании, гораздо выше. И рисков ноль, никто ничего не теряет. Помимо всего прочего, есть такие понятия, как взаимная помощь и то, что 1%, 1% людей вовлеченных пока во всем мире, то, что мы находимся в золотом времени. Мы подробно об этом сейчас говорить не будем. Можем поговорить об этом в следующий раз. Но в целом мысль такая. Заработать можно каждый, никто ничего не теряет. Человек может только приобрести. Поэтому я смело заявляю, что это идеальная модель сетевого бизнеса. Когда не портятся какие-либо отношения, когда можно заработать, когда можно приобретать продукцию для себя. Когда вы выигрываете, каждый человек, который регистрируется в компании, в первую очередь выигрывает как потребитель. И большинство людей приходит сюда не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы покупать продукцию, чтобы быть потребителем. Третий пункт. Это глобальный бизнес будущего. Давайте пройдемся по этим фактам. На сегодняшний день открыто 20 филиалов по всему миру. И 24 страны зарабатывают. Казахстан, Кыргызстан, Беларусь зарабатывают через российский филиал. Новая Зеландия зарабатывает через австралийский филиал. И открытие новых филиалов в ближайшее время открывается Турция. Открытие Турции было запланировано на апрель. Но из-за пандемии, из-за ситуации в стране, в мире, открытие откладывается, возможно, на конец мая, возможно, на начало июня. Но открытие Турции – это первый приоритет компании. Далее будет открываться, так, тут опечатка, не Бразилия, а Великобритания. Бразилию перенесли на 2022 год. Казахстан и Кыргызстан летом откроются. И Германия, Узбекистан, Бразилия, Монголия – это те страны, которые находятся также в приоритете. Но, скорее всего, уже не на этот год, а на следующий. И очень важная новость, не новость, а факт, то, что на данный момент 54 страны находятся на предстарте. То есть я озвучил то, что 24 страны уже могут зарабатывать, и 54 находятся на предстарте. Предстарт – это когда люди могут регистрироваться, уже накапливать личные PV, то есть совершать покупки и накапливать личные баллы. Могут строить структуру, то есть у них уже растет структура, у них растет фундамент для построения бизнеса. И, соответственно, люди, кто сейчас предпринимает какие-то действия, имеют потенциал стать номером один в своей стране. И такую еще инсайдерскую информацию могу сказать, вот, наверное, по следующему слайду. Смотрите, это пока не она. То, что открытие Великобритании не за горами, 28 мая озвучат уже конкретную дату открытия Великобритании. С открытием Великобритании 28 стран из тех 54, что находятся на предстарте, 28 из них получат доступ к заработку. То есть эти страны смогут заказывать продукцию с Великобританского сайта. Доставка будет идти через клады в Голландии. И перед вами флаги стран, которые могут зарабатывать. Это суперкрутая возможность и действительно золотое время, в котором мы сейчас находимся. Потому что от Казахстана, Кыргызстана и Беларусь счастливчики, что мы могли через Россию работать до того, как у нас открылось представительство. А здесь целых 28 стран получают доступ к заработку. И инсайдерская информация заключается в том, что пока еще нет большого лидера в Европе, пока компания еще не видит человека, который станет номером один в какой-либо стране. То есть, по сути, фактически все мы, все вы находимся на равных условиях по отношению к тому аспекту, который называется как завоевание Европы. Украина не может зарабатывать через Великобританию, потому что Украина не входит в Европейский Союз. То есть, здесь страны Евросоюза и страны EEA. Это Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и плюс еще Швейцария. По поводу Украины пока нет конкретных информации. Компания тоже следит, анализирует. По поводу Украины это вообще отдельная тема, потому что в Украине пока не наблюдается рост ни по регистрациям, ни по товарообороту. Но самое главное – это регистрация. Роста в регистрациях практически нет в Украине. И политическая ситуация в стране тоже непростая. Но компания следит за этим пристально. И мы верим, что в следующем году, по крайней мере, я верю, что в следующем году Украина будет открываться. Посмотрим. Пока никакой конкретной информации по этому поводу нет. Так, друзья, смотрите, по поводу открытия стран. Давайте я отвечу. Смотрите, открытие всех стран откладывается из-за пандемии. Турция должна была открыться в апреле. Так как у нас единый глобальный сервер, все страны и все партнеры, мы все относимся к одной сети, к одному серверу. И компания не может открывать несколько стран одновременно. Страны открываются системно, по приоритету. Италия, да, на предстарке. Так как открытие Турции отложилось фактически на два месяца, на два месяца откладываются открытия всех других стран. И Узбекистан планировали в конце этого года. Но так как на два месяца все откладывается, скорее всего, это будет начало следующего года. Так же и Казахстан. Нас должны были открыть, наше представительство должно было запуститься в мае по плану. Но теперь это будет, скорее всего, июль-август. То есть все страны подвинулись. И эти сроки тоже еще не конкретные. Это приблизительные сроки. Они также могут подвинуться, если в мире картина с пандемией будет ухудшаться. То есть мы во многом зависим от глобальной картины в мире. Так, помимо этого, помимо всего прочего, сейчас в проекте подготовка к запуску глобальной доставки. Это будет интернет-магазин, который будет базироваться в Корее. То есть из Кореи продукция будет отправляться по всему миру. То есть известно, что там будет не так много товаров, но будут самые ходовые бестселлеры. И человек из любой страны может зайти на этот сайт и совершить покупку, как в любом интернет-магазине. Единственный вопрос, что прежде чем покупать партнеру на этом сайте, ему нужно для себя определиться, сможет ли он эту продукцию получить, какие лимиты есть в его стране, а сколько ему нужно будет платить за растаможку и т.д. и т.п. Потому что компания будет отправлять, но получением человек будет заниматься сам. Потому что компания не может решать вопросы по получению, а в каждой отдельной стране. Этот проект должен был запуститься уже в мае, но немножко задерживается, потому что в апреле тестово отправили несколько посылок в разные страны. И в какие-то страны дошло быстро, а в какие-то страны и не дошло. Соответственно, анализируется, и может быть список доступных стран будет как-то корректироваться. Пока нет точной даты запуска этого портала, но мы ждем. Так, вот Наталья, вы спросили как раз об этом. То есть пока неизвестно, когда этот Global Shopping Mall откроют, подготавливают, тестируют. То есть компания не хочет, чтобы было такое. Открылся сайт, люди заказы сделали и не могут их получить. То есть максимально хотят учесть все факторы риска. С точки зрения наличия продукции, отправки продукции, технической возможности, все уже давно готово. Вопросы теперь только организационные. Куда могут отправить, что могут отправить, где какие лимиты, компания тоже старается все эти моменты учесть. Но все равно каждому человеку, который совершает покупку, ему нужно будет самому брать ответственность на себя за это. Этот проект скоро будет. Я думаю, во второй половине года точно запустится. Скорее всего, летом. Посмотрим. Помимо всего прочего, запускается, также подготавливается к запуску персональная платформа. Это уникальный проект, запатентованный нашей компанией, который превращает именно наш бизнес уже больше не в сетевой, а в бизнес платформы. Что у каждого человека может быть свой собственный интернет-магазин в сотовом телефоне. Это будет отдельное доменное имя. И персональная платформа будет представлять собой интеграцию функционала социальной сети и интернет-магазины. Это будет что-то типа персонализированного инстаграма, где представлены товары от компании, которые вы можете рекомендовать людям, которых вы встречаете, которых вы знаете, которых будете регистрировать или которым будете рассказывать о компании. И каждый также может регистрироваться и развивать свою персональную платформу. Мы ждем этого момента, потому что это будет мощным. Интерфейс на русский должен быть, просто, возможно, не сразу. Возможно, сначала будет все на корейском, возможно, будет доступно поначалу не всем, но со временем должно стать доступно всем и каждому. Так же, как и приложение. Так. Ну так вот. Здесь, я думаю, ответил вкратце, почему наша компания является глобальной. У нас тут второй пункт был. Это глобальный бизнес будущего. Почему я утверждаю, что это бизнес будущего? Потому что здесь любой человек, вне зависимости от того, где он находится в мире, где он находится в жизни, чего он добился, что он знает, что умеет, он может здесь добиться успеха, по сути, не выходя из дома. Вне зависимости от того, какими навыками он обладает. Но опять-таки, друзья, не думайте, что добиться успеха как бы легко. Для того, чтобы добиться успеха в любой отрасли, в любом деле нужно пахать. Здесь нет никакого обмана, здесь честный бизнес, и мы никого не обманываем, и ни у кого денег не берем. Мы строим потребительскую сеть, мы знакомим людей с нашей идеей. И этот процесс не такой простой, не такой быстрый. Но каждый, кто работает, каждый, кто прикладывает усилия, растет. И со временем все вырастают. Так, кто-то про звук пишет. Вроде меня все слышат. Так, и четвертое – это добрая компания. Может быть, кто-то может подумать, что это тоже субъективно, но я достаточно долго думал, как одним словом описать суть нашей компании. Ну, это добрая компания. Почему добрая компания? Смотрите, во-первых, у нас есть девиз. И девиз звучит так – «Заботиться о душе, создавать видение, следовать вере и служить смирении». Что это значит? Первый пункт – «Заботиться о душе». В первую очередь ставится акцент внимания на том, что душа у человека – это самое ценное, что есть, в принципе, в мире, и мы ни в коем случае никогда никого не должны использовать, и человек не является средством достижения цели. Каждый человек – это душа, бесценная душа, и в приоритете у нас должно быть то, что мы заботимся об этой душе и делаем все, что возможное, все, что есть в наших силах, чтобы человек добился успеха. То есть, когда мы регистрируем партнеров, это культура работы в нашей компании, которую призывают сверху, которую призывают с самого начала. Мы не рассматриваем никого как дойных коров, мы не рассматриваем никого как источник заработка. И наш бизнес построен так, что неважно, кто к вам придет, неважно, какой закуп он сделает, вы с этого закупа, с этого человека ничего зарабатывать не будете. Вы зарабатываете в целом от общей системы, от общей модели, от общего заработка компании. И та доля, которую вы привнесли, вот эту долю вы зарабатываете, процентную долю. Создавать видение – это наша основная работа, это то, что мы делаем. Что такое видение? Это представление чего-то. Это когда человек может представить себе в голове что-то, увидеть что-то. И именно этим мы занимаемся, когда рассказываем о компании, о продукции, о том, чего можно добиться. Следовать вере – этот принцип один из основных для достижения успеха, потому что без веры добиться результата невозможно. Нужно верить в себя, нужно верить в успех, нужно верить в продукцию, нужно верить в компанию. И лидеры, начиная с председателя и заканчивая всеми, в принципе, партнерами, согласны с этим мнением, что если вам не нравится продукция, если вы не верите в продукт, если вы не верите в компанию, то вам не следует заниматься этим бизнесом. Потому что наш бизнес именно построен на любви к продукте, и если мы верим в этот продукт, если мы видим, что он дает результат, если он нам нравится, то у нас уже есть все входные параметры для того, чтобы добиться успеха. Следовать вере необходимо, потому что на пути к успеху будут различные моменты, когда руки опускаются, но вера не дает сдаться. И я всегда говорю, повторяю и никогда не устану повторять, что вера никогда не должна быть слепой. Вера в бизнесе, особенно в бизнесе. То, что вера должна быть основана на фактах. Вам нравится продукция, она работает, вы видите, почему компания крутая, вы видите, как она растет, вы видите факты, складываете одно с другим и понимаете, да, я тоже могу здесь добиться успеха, потому что это работает. И служить смирении. Служить смирении – это быть частью общества, не зазнаваться, сколько бы вы не зарабатывали, каких бы результатов вы не добивались, понимать то, что наша цель, одна из наших основных целей в жизни – сделать этот мир лучше, чем он был до нас. И как это можно сделать, помогая партнерам и сделая свой социальный вклад. Практически все лидеры, все атомианцы, кто уже выходит на существенный заработок, начинают делать этот вклад. Вот то, о чем я говорил, то, что империал-мастер Ихе Джон пожертвовала деньги, которые она получила, почти 900 тысяч долларов в помощь деткам. Причем она рассказывает, что у нее в планах было 50% пожертвовать. То есть она хотела пожертвовать именно 50%. Остальные 50% она хотела оставить себе на свои нужды, но когда она вышла на сцену, она почувствовала, что на нее что-то снизошло. И она просто сделала так, как не планировала. Решила отдать все. И сама компания тоже занимается благотворительностью с самого первого года основания, с самых первых месяцев, когда дохода было мало, когда компания была действительно маленькая, и когда все, что компания могла пожертвовать, это всего лишь 200 долларов, компания все равно это делала. И здесь немножко цифр, сколько я смог найти, сколько компания пожертвовала в 2020 году в разных филиалах. В Индии это порядка 200 тысяч долларов, в Китае порядка 400 тысяч долларов, в России 30 тысяч долларов, в Камбодже полмиллиона, заметьте, Камбоджа, одна из самых бедных стран, и в Южной Корее 5,6 миллионов долларов. Это из официальных источников, вполне возможно пожертвовано было гораздо больше, но это по факту, сколько я смог насчитать из официально задокументированных источников. Так, ну давайте подытожим. Что же такое Atomi? Atomi это глобальная компания, которая была основана в Южной Корее. Это интернет-магазин качественных товаров по доступной цене, с определенной идеологией. И этот магазин с партнерской программой. Многие люди не употребляют словосочетание сетевая компания, потому что не считают компанию Atomi сетевой компанией. Потому что от сетевого бизнеса у нас взят только принцип построения структуры и принцип высчита вознаграждения. Но даже эти принципы подобраны таким образом, чтобы любой человек смог добиться успеха. В том числе и мы с Микой никогда не имели опыта в сетевом бизнесе. Более того, я буду с вами искренен, а сетевой бизнес мне никогда не нравился. Мне не нравилась классическая модель сетевого бизнеса. И классическая – это та, которая существует, распространенная в мире. Но именно здесь, в компании Atomi, я увидел эту идеальную модель, где все только выигрывают. Никто здесь не проигрывает. Возможно, есть и другие компании, в которых реализована эта идеальная модель. Просто я с ними не знаком. И Atomi – это глобальная компания, которая развивается по всему миру. Это действительно крупный игрок. Это компания-единорог, которая появляется, может быть, раз в десятилетие, может быть, раз в столетие. Но точно можно сказать с уверенностью, что это редкое явление. Это компания, которая быстро подстраивается под новые реалии и идет в ногу со временем и даже опережает его. Это бизнес будущего, который уже наступает, друзья, сегодня, который, в принципе, уже наступило. Это бизнес, который позволяет любому человеку построить огромную потребительскую сеть по всему миру, в котором реализована модель действительно идеального бизнеса. В чем заключается эта модель? Это генерация постоянных клиентов, которые будут пользоваться нашими услугами, нашими продуктами всю свою жизнь. И это приток новых клиентов постоянно, когда постоянно приходят новые клиенты. Помимо всего прочего, в компании действительно можно зарабатывать, можно зарабатывать хорошие деньги. И здесь можно выйти на пассивный доход, на резидуальный доход. Резидуальный доход – это доход, который растет. Знаете, у меня вот такое представление, то, что вот когда люди говорят, что Atomia – это сетевая компания, и это правда, но в Atomia можно развиваться, как классическая сетевая компания. Но, как по мне, это то же самое, что если на самолете не летать, а ездить по земле. То есть можно сказать, да, что самолет ездит по земле, и это правда, можно сесть в самолет и доехать там куда-нибудь. Не везде, правда, проедешь, но можно. В нашей компании тоже можно работать, в принципе, как в любой другой сетевой компании. Но именно идеология компании, именно девиз позволяют нам не просто ездить по земле, а действительно летать. Когда мы можем помогать людям реализовывать их цели, реализовывать их мечты и добиваться суперрезультатов. Так, ладно. Давайте ответим на вопрос, «С чего начать?» С чего начать, в принципе, и вот вам, людям, которые, может быть, только недавно зарегистрировались, либо которые еще не зарегистрировались. Если вы не зарегистрировались, то нужно зарегистрироваться. Это, наверное, самое успешное действие, которое я сделал в нашей компании, зарегистрировался. Потому что тогда я еще не знал, буду этим заниматься или нет, но я увидел здесь потенциальную возможность. Зарегистрировавшись, вы ничего не теряете, с вас никаких обязательств не берут. Но вы уже занимаете место в системе, и уже вы начинаете расти. Может быть, сами того не зная, у вас уже может расти структура. Поэтому зарегистрироваться нужно как можно раньше. И первое, что нужно сделать, это попробовать продукцию. Потому что у нас бизнес больше не продаж, а именно бизнес рекомендации. Рекомендовать, советовать любят, не знаю, мне кажется, все, практически все люди, любят советовать то, что им нравится. И в этом, в принципе, заключается наш бизнес. Когда мы что-то попробовали, нам это понравилось, нам хочется поделиться с людьми, которые нам не безразличны. Во многом именно по такому принципу наш бизнес строится. Это одно из самых таких плодотворных действий, далеко не единственное, но без этого никак. То есть мы рекомендуем продукцию. И часто бывает так, что в бизнес приходят люди именно на бизнес, и продукция их особо не интересует. Человек думает, что классная модель, глобальный бизнес, я заработаю здесь большие деньги. И он может здесь заработать, но ему будет гораздо сложнее, если он не влюбится в продукцию. Потому что любовь к продукции закрывает последние сомнения, когда мы убеждаемся, что действительно это золотая жила. Когда есть продукт, который качественный, и при этом никто не может конкурировать с нами по цене, то это золотой продукт. Мы золотой игрок на рынке, кем мы по сути являемся. В чем основная сложность у нас заключается в работе? То, что сложно менять мышление людей и сложно вызвать доверие у человека. Особенно, если вы его не знаете или если это доверие к вам пошатнулось. В этом тоже заключается основная работа. Не просто зарегистрировать человека и рассказать ему о компании, а действительно вызвать у него доверие. Чтобы он доверился, чтобы он попробовал продукцию. Чтобы он доверился вам, доверился компании, доверился продукту и дальше больше. Именно с этого надо начинать. Попробовать продукцию. И пробовать продукцию нужно постоянно. Почему? Потому что каждый продукт, который вы попробовали, это ваше оружие в построении бизнеса. И здесь важно понимать, смотрите, если вы только что зарегистрировались, даже если вы скупите весь ассортимент компаний, который есть, На вас никто ничего не заработает. Это мысль, которую людям сложно понять, особенно люди, кто привык работать в традиционном бизнесе, когда, например, предлагают, не предлагают, а, наверное, больше спрашивают меня, что я ему могу дать, если он придет ко мне, потому что он такой классный. И я ему отвечаю, что со всеми мы работаем одинаково, неважно, кем человек является. Человек пришел, если он работает, мы со всеми работаем одинаково. И что сложно человеку понять, что какой бы закуп он ни сделал, мы с этого не зарабатываем ничего. Потому что есть маркетинг-план, потому что есть распределение прибыли, глобальное распределение прибыли между всеми партнерами. И мы зарабатываем в целом от того, как срабатывает вся структура, а не от того, как кто-то один что-то делает. В общем, попробовать продукцию – это то, с чего надо начать. Посмотрите, проанализируйте, что компания предоставляет, и купите то, что вам нужно. Купите то, что вы хотите. Не нужно выкладывать за это последние деньги. Обязательно посмотрите и выберите тот товар, который не ударит по вашему бюджету. И я убежден, что каждый человек может такой товар найти. Если вы живете в стране, где уже есть сайт, с которого вы можете заказывать, изучите цены на этом сайте, посмотрите, что есть и проанализируйте. Большая часть нашей продукции рассчитана на длительное потребление. То есть у нас не продается одна зубная щетка отдельно, у нас продается сразу 8 зубных щеток. При этом цена на зубную щетку примерно 1 доллар. То есть это достаточно низкая цена, а за такую цену, такого качества, близко щетку вы на рынке не найдете в принципе любой страны. Посмотрите, что вам нужно, что вам интересно, что вы хотите купить. Купите, и я убежден, что вам понравится. И с этого начинается бизнес у большинства людей. Второе, что нужно делать, это изучать, это быть в интересе, это быть любопытным, не верить на слово, потому что люди могут наговорить что угодно, смотреть на факты, смотреть на цифры, на факты, изучать и задаваться вопросами, сомневаться. Здесь я рекомендую так, то, что у вас у всех есть человек, который рассказал о компании, спрашивайте у него, какое видео, может быть, он советует вам посмотреть. Потому что в сети очень много различных видеоматериалов, есть очень мощные, очень полезные, но есть также и материалы, которые, может быть, не совсем с достоверной информацией. Их следует избегать. И пока фильтровать вам, возможно, будет сложно. Поэтому спрашивайте. Пусть ваши люди, кто вас пригласил в компанию, кто рассказал об этом, посоветуют вам, что посмотреть. И все вопросы, которые есть, обязательно с ними прорабатывайте. То есть изучайте как можно больше информации. С этого начинается путь каждого лидера компании, который чего-то добивается. Люди, кто добивается результатов, проходят все этот путь. Кто добивается хороших результатов, и тем более, кто добивается быстрых, и тем более, кто добивается постоянных результатов. Это люди, кто попробовал продукцию, и люди, кто постоянно изучает информацию о компании, о продукте и, в принципе, обо всем, что компании касается. И третье, задайтесь вопросом, почему не атоми? Почему не атоми? То есть найдите, возможно, какие-то сомнения, какие-то причины, по которым вы не будете этот бизнес строить. И проработайте эти моменты, проговорите эти моменты человеку, который вас пригласил. На моей практике только с одним человеком я согласился, что атоми ему не подходит. Только с одним. Потому что обычно большинство страхов и сомнений, которые появляются в ответ на этот вопрос, связаны с незнанием или с недопониманием того или иного аспекта. Но один человек мне сказал, что я не буду этим заниматься, потому что я ненавижу людей. Я ему сказал, что тогда этот бизнес не для тебя. Если ты не любишь людей, то точно тебе здесь будет очень тяжело. Потому что любовь к людям, наоборот, помогает в построении бизнеса. Любовь к людям – это такое неотъемлемое качество лидера в атоме. А если человек людей ненавидит, то я не верю, что он добьется здесь успеха. Может быть, добьется какого-то своего, если он очень любит деньги и очень любит работать, но при этом ненавидит людей, чего-то, возможно, он добиться сможет. Но ему будет работать здесь сложно. Работа тогда будет построена на стрессе, работа будет построена на негативе, и выше определенного уровня ему будет подняться очень-очень сложно. Если человек любит людей, если у него есть сердце и добро, то ему работать здесь будет в кайф. Потому что, по сути, мы каждому человеку предоставляем возможность. Мы творцы добра. Мы делимся информацией, делимся отличными новостями, что есть такой проект. И каждый человек вправе сам решать, что ему с этой информацией делать. И самое главное, что здесь нужно, друзья, понимать, я повторюсь, то, что каждый человек выигрывает в нашей компании как потребитель. Именно поэтому наш бизнес такой успешный. И вот это домашнее задание «Почему не о томе?» И следующая наша встреча будет как раз на эту тему. Я отвечу на все вопросы, кто в чате напишет, почему он решил для себя, почему не о томе. Смотрите, если вы нашли или ваши партнеры для себя какие-то причины, которые вы не можете проработать со своими спонсорами или с партнерами, приходите на следующую встречу. Вместе поработаем с этими сомнениями, страхами, либо с выводами. И, возможно, я встречу второго человека, с которым я соглашусь, то, что, ну, друг, да, о томе не для тебя. А пока рекорд – это всего пока один человек. И я убежден, что о томе – это компания для всех. То, что каждый человек здесь может добиться результата, но не каждый сможет. Почему не каждый сможет? Потому что, друзья, надо пахать. Чтобы добиться хороших результатов, нужны постоянные действия. Чтобы был постоянный рост, нельзя сбавлять планку. Если вы работаете и не сбавляете планку, у вас будет всегда постоянный рост. Так, ну, на этом сегодняшняя презентация заканчивается. Сейчас настало время для ваших вопросов. Как я обещал, я отвечу на все вопросы. Так, 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 так. Давайте остановим запись. Продолжение следует... Продолжение следует...